по вам и не палкой деланы бутылочка водочки все-таки превратится в лужи являю конкурс на новую идущий так вот жители и гости города ярославля в эфире наша программа тогда и со мной очаровательный превосходный данила грибов ну и конечно же обворожительная красотка ярославии юлия смог ну и первая новость буквально после прошлого выпуска ко мне подошли люди сверху и сказали нужно чтобы туризм ярославский показывался в лучшем виде в лучшем виде ухты качество отпад единственная картинка в интернете было я думаю это лучшее качество со времен оформления министерства туризма но не будем об этом к новостям ярославском парке установят стальных оленей к стальным медведям вроде привыкли как насчет оленей ну вообще олени стоит устанавливать где рядом где же еще казалось бы но почему именно олени в ярославле если в ярославле как мы знаем с должны стоять железные медведи так у нас их целых три и один причем из них ряжены постоянно его наряжают во что-то тематическое интересно если появятся тематические праздники которые будут откидывать нас например или может быть к дню проктолога что же ждет нашего медведя у медведя очень много костюмов и клоуном уже был проктологом пока нет но все лучше впереди на следующем новостям бедные олени ну ладно бог с ним котки в ярославской области летом станут танцплощадками еще на них могут появиться библиотеки летние кинотеатры такой подход к площадкам в ярославских городах получил проработать губернатором михаил евраев в общем если не успел записаться зимой на каток и покататься на коньках то вполне можно сходить себе библиотеку ленту или на танцплощадку а ты представляешь что на советской площади можно будет посмотреть эммануэль или новое шоу с настей ивлеевой да нет там покажут нашу программу тогда дочь всех тогда кстати насчет этих установки кинотеатров судя по тому с какой скоростью появился каток в парке машиностроителей у дк добрынина кинотеатр там тоже думаю появится к декабрю а вот одна новость уже из печальных это как сводка криминальных новостей ярославле закрылся популярный ресторан как ты думаешь какой хлеб был там хоть раз ни разу не был в этом популярнейшем ресторане я знаю только группу хлеб интересно связано ли они кстати с этим хлебом у меня например связана определенная штука мы позвонили туда три раза не запоминали этот ресторан как называется для того чтобы сходить и обозреть там бизнес-ланч да там не было вот поэтому и закрылся а если бы амбассадор ярославии пришел и обозрел бизнес-ланч хлебе возможно бы было все совсем иначе ну и конечно новость любимом ярославском шиннике наш ярославский клуб он вообще в принципе регулярный посетителя наших новостей в этот раз оказалось что ярославский клуб находится в лидирующих позициях в леге именно по маркетинговым продвижением рекламу ставьте лайки и репосты и комментарии тогда шинник будет топ-1 но не на поле же играть ей богу хотя бы в маркетинге мы сможем быть первыми также слышно было что шинник обзавелся новыми легионерами ну я как мужчина могу только подумать что это римская пехота которая на поле будет строиться в черепаху вообще ты знала что мужчины думают о риме всегда что кстати поэтому я и поехал в стамбул потому что думал о риме вот ты думаешь о риме я думаю о римлянах значит ты свой мужик давай пить столичным блогерам покажут ярославль и рыбинкс за три дня и две ночи для этого региональное министерство туризма организует пресс-тур в ярославскую область марте хотят привести не менее 20 представителей федеральных печатных сми москвы и петербурга и не менее 9 блогеров имеющие не менее 20 тысяч подписчиков всего группу войдут не более 35 человек цели у пресс-тура благие но не нашим же ярославским блогерам платить деньги всегда же можно найти каких-то там забылдык инстаграмных которые приедут и за 100 тысяч скажут что ярославле есть кафе есть парк и есть набережная ну и гостиница вообще не за 100 рублей не за 500 тысяч а за 1 миллион 498 тысяч вот такая вот цена аукциона ну что ж и мы поздравим с проведением этого замечательного аукциона за полтора миллиона рублей 35 человек смогут пожить на ярославской области жаль что не потратят они у нас ни копеечки самое интересное что если именно аукцион состоится и не упадет в цене то планируются подарки для участников вот такие символические один шоколадный сувенир произведены на территории ярославской области и одну единицу продукции ярославского ликера водочного завода которая может быть презентована как сувенир вот такие подарки ждут наших гостей владимир владимирович путин тут недавно на прямой линии на своей так сказать предвыборной пресс-конференции сказал что лучше чтобы пить вставать на лыжи но информация из москвы до ярославской области для министерства туризма идет достаточно долго может через этот выпуск бутылочка водочки все-таки превратится в лужи к тому же деменский марафон лыжи ярославль это друзья навек в ярославле изменится правило парковки электросамокатов муниципальный депутат игорь питковский предложил норму по обязательным скажем так местам закрепления самокатов убрать и просто сделать цветовую разметку я очень рад что ему папа купил электросамокат и он снова с нами на одной стороне силы богатит означает что электросамокаты можно будет бросать где вздумается нет они будут теперь покрашены специальным цветом и машина который вывозит специальный цвет специально всегда сможет забрать этот легко утилизируемый и продаваемый дальше на маркетплейсах продукт игорь очень большая просьба а можно еще вот эти вот значки которыми славится центр ярославской области по запрете самокатов сдать в эту же волшебную машину и покрасить в белый цвет ну а сейчас поговорим о плитике московский город мечты уложит плитку в ярославле плитку не просто где-то а возле вечного огня успенского собора ты вообще был у вечного огня там есть волшебная уникальная технология лягушьих плит когда ты как на мину лягушку наступаешь на одну из плиток и тебе снизу из преисподней с двух метров этого болота так вот фонтан иногда долетает до носа столичная компания с очень поэтическим названием город мечты стала единственным заметьте участником аукциона на благоустройство ярославского вечного огня центр города исторического цена контракта как вы думаете 219 миллионов двести сорок три тысячи рублей между прочим скоково тоже получит свою выгоду ведь старую отправят на утилизацию на полигон я думаю что в каком-то дачном поселке вдруг вместо асфальтовых дорожек возникнет хорошая тротуарная плитка такое чувство что кто-то возводит маленький ярославль где-то у себя за городом потому что количество плитки из заборов утекающих в неизвестном направлении меня конечно же впечатляет политики мы уже поговорили а теперь новость такая скажи ты был у нас на советской площади на ярко тке я был рядом дело в том что нет своих коньков и поэтому я просто наблюдал как не могут замкнуть круг катающийся на этом катке слушать знаешь какая самая главная проблема была вот у посетителей этого классного места по музыке совершенно верно оказывается жителей и гости ярославля устали слушать музыку на ярко тке новость такая ярославцев отправили в мэри утверждать музыкальный репертуар ярко тка что будет торпеть кабы не было зимы я тогда смотрел тогда до дни веселых и обходил бы к юле смог да в мизей за кофе потому что там очень вкусные билеты недорогие так вот в первый раз они устроили треки жанре шансона и в исполнении не поверишь группы ленинград я так и представил песню которую мы только что слушали от этой замечательной группы про пипетку маленькую у сказочного персонажа низкого роста классика оказалась скучной ее опять в итоге заменили пошли навстречу играет легкая отечественная эстрада юрий антонов ирина аллегрова угонщица и конечно снова седая ночь к сожалению я не настолько постарел для я катка странно что трек лист рассчитан только на 15 минут и за час катания арену аллегрову мы послушаем сколько за ландом из the capital of great britain как говорят the quarter of the fight репетиции перед масленицей в самом разгаре масленицу совсем скоро будем гулять у нас в регионе напомню что когда-то мы имели статус главное масленица страны но к сожалению из-за того что туризм у нас так буксует что не завелся так мы и утратили и надежду бабкину и до надежду на главную масленицу страны так вот на репетиции сам мэр артем молчанов должен был в рамках кулинарных поединков попробовать что-то изготовить но помешало ему как ты думаешь кто метель да она пришла как королева по зеленым волнам и принесла нам ледяного дождя в общем новость такая 17 февраля стартовала ярославская блинотека со слов мэри на советской площади прошла репетиция масленица на которой присутствовал сам мэр города ну и собственноручно испек пробный масляничный блин получился ли он комом как говорит елена из социальных сетей в ярославле необходимо устраивать мастер-класс по уборке остановок но в целом многие в социальных сетях негодовали и выражали крамольные мысли о том что ярославль не лучший город земли и чистят его слишком малое количество мэров к сожалению у нас только один надо больше ну и немножко из анонса 31 марта традиционно в последнее воскресенье состоится ежегодный семейный фестиваль день медведя как думаешь где я думаю в ярославле потому что у нас тут много медведей ну как минимум 43 из них статичные и одна динамичная но пусть будет у того кого одевают совершенно верно кот его не просто одевают в этот день ему чистят зубы огромной металлической щеткой и поливают медом от этого происходящего медведь конечно любой даже памятник просыпается и говорит эй весна давай сюда это знаете забавно и круто 7 минут своей жизни а еще час того чтобы добраться до этого праздника потратить и посмотреть отборный контент этого всего события хотя бы угощать то будут угощать будут конечно а чем так медом но медом вообще медведи славятся и лакомиться любят значит возможно лучший мед в ярославле будет там главное чтоб по усам текло и в рот попала тогда тогда